Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередная красота у нас на обзоре. Это маховое удилище Colmix Shield RX, так называемые. Удочки недавно на рынке. Крайне мало людей, кто о них что-то знает. Я, в общем-то, тоже не знал, пока их не получил на тесты, на обзоры. И вот пока, скажем так, была возможность, не замерзающая вода, я съездил, их потестировал, правда, не на все получилось поймать хоть какую-то рыбку, но вот на семерку-восьмерку я поймал куньков только, но, в принципе, мне удилище дали представление сами о себе, что это все представляет, какую рыбу на них ловить, ну и так далее. Поэтому, в общем-то, ну и как забрасывают, естественно, они тоже дали представление. Значит, серия насчитывает в себе 4 длины, удилища 4 длин. Это 5, 6, 7, 8 метров. По карбону крайне мало всякого описания, но вот по моим ощущениям, я не основываюсь на каталоге, конечно, можно найти каталог, посмотреть, что пишет производитель, но, скорее всего, здесь стоит в районе 30 тонн, 36 тонн, не более. То есть, скорее всего, 30-36 тонн, и, скорее всего, это именно комплекс. То есть, верх чуть подороже, низ чуть подешевле, ну, для того, чтобы хоть какой-то маломальский баланс соблюсти. По строю, как обычно, сейчас разложим, все покажу, нагрузим, да, и посмотрите. Значит, по внешнему виду. Ну, нареканий у меня нет, разве что у одной удилища чисто декоративный, такой вот маленький брачочек, видимо, пленочки, да, краски вот в этом месте. Ну, в общем-то, и все. То есть, вот по углю, чтобы там что-то неровно было отрезано, колено, и там лохматились и тому подобное, ничего такого нет. Значит, далее смотрим пробку. Пробочка у нас внутренняя, вкручивающаяся, в общем-то, минимизирует вес. Ну, и, соответственно, в пробке идет вставка мягенькая, для того, чтобы колено при сложении не бились. Стыки колен усилены. Немного, но усилены, но этого немного, достаточно для того, что именно достаточно для такой удочки, потому что она сама достаточно мощная. Значит, хлыстик. Сейчас закручу пробку, покажу хлыст. Ну, пока хлыст не выдвигаю, вот такая пробка. Жесткий пластик обрезиненный. Ну, как бы пробка и пробка, в общем-то, ничего такого не могу сказать. Мне такие пробки не очень нравятся. Я люблю неопреновые, для того, чтобы они не терялись, не падали в воду, не тонули. Это, соответственно, утонет, она более жесткая. Но сниматься она будет хорошо, залипать, как резиновые заглушки, она не будет. Ну, и вот доходим до хлыстика. Хлыст у нас полый, непривитой, не спортивный. То есть, просто монолитный, полый, жесткий хлыст. Ну, в общем-то, для такого удилища он, как вы потом поймете, и не нужен. Здесь никакой спортивный. То есть, мощный хлыстик полый с диаметром коннектора 1,8 мм. Поэтому, когда будете заказывать, заказывайте коннектор Elite от фирмы Stonfa. Он вечный, будете десятки лет ловить и не знать горя. Он мягкий, он не трескается от времени, как некоторые фирмы-производители. Я сам на это наткнулся. Дали мне на обзоры несколько удочек. Они у меня пролежали полгода, вот сезон, да, махалок, ну, таких тестовых, да, которые еще без краски, без всего, да, что одна фирма хотела их запустить. И вот я недавно их осенью начал отдавать на эту фирму, да, открывая. А там коннектор просто, ну, вот, рассокся, да, пластик треснул. Поэтому имейте в виду, фирма Stonfa у нас она представлена. Коннекторы стоят 100 рублей. Никаких проблем с ними у вас не будет. Ну, и давайте по, наверное, с основной это замеры. Транспортная длина 132 у всех. Чуть-чуть маленький момент. Рукоять вот здесь, где место хвата, можно сказать, да, тоже такое приятное напыление, к которому рука прилипает не скользкая, а антискользящая. Ну, соответственно, колено, как вы видите, тоже они не крашеные, но они обработаны таким вот, как будто тефлоновым покрытием. То есть, такая есть, вот такой есть момент у Майера. То есть, все-таки, скажем так, корни Колмика фирмы серьезная, немаленькая, да, и всемирно известная, поэтому ребята делают хорошо. То есть, коленцы действительно приятные, они хорошо заходят, так мягенько, и никаких вопросов тоже в этом отношении не вызывают. Значит, давайте померяем диаметры сначала. Диаметры в месте хвата я меряю. То есть, у пятерки диаметр комля ровно 20 миллиметров. У шестерки в том же самом месте 21,5 миллиметр. У семерки 25 миллиметров. И у восьмерки 28 миллиметров. Ну, такие немаленькие, да, скажем так. Но на них и цена не сильно высокая. Так, значит, поехали к самой основной весу, а дальше мы их разложим, померяем реальную длину. Как мне справедливо подписчики пишут, что не забывайте измерять реальную длину. Абсолютно не забываем. Следуем и измеряем. 180 грамм весит пятерка. 246 грамм шестерка. 328 семерка. И восьмерка 440 грамм. Ну, приличные палки. Я думаю, всем понятно, что это относительно силовые махи. Рассчитаны для ловли такой крупненькой рыбы. При этом из, в общем-то, такая золотая середина, качество-цена. Ну, давайте раскладываем и дальше посмотрим. Друзья мои, разложили мы все удилища. Итак, колмик шилд пятерка. Мощненькая палочка. Ну, видите, она как рапирка такая не провисает. По балансу ничего плохого сказать не могу. Вот я... Смотрите, у нас там трубы белые, поэтому светленькие на фоне труб. Ну, такая, чуть-чуть шлангует. Она-то не уклеечная, естественно, палка. То есть, она именно такая силовая для карася, ребенку, жене, вам, кто там не будет, чтобы не париться, как говорит, что там что-то сломается. То есть, я, видите, чуть-чуть совсем делаю. Ну, трясу, да, и она идет работа с средней части. Ну, то есть, это карасик. Да, даже, даже, даже не плотвичка. Давайте нагрузим. Ну, на плотвичку, потому что слишком шлангуется она все-таки. Ну, вот видите, как, смотрите, какая работа. То есть, она начинает работать в середине практически. Я вот даже сейчас отпускаю руку, и вот ели, и вот вообще не нагружаю. И вот только начинаю, видите, начинает работать. То есть, хлыст, второй колено, оно вообще не работает. Вот то, что нужно плотве, да, или мелкая рыба, уклейки и так далее. Она сразу начинает середину включать, и дальше уже предкомливая часть. То есть, это все, это работа, силовая работа на крупную рыбу, на вываживание, где сопротивление, форель, карп. То есть, это вот для этих целей. Ну, карасик, соответственно, 100-200 грамм и так далее. По балансу, ну, никаких проблем. У меня, кстати, очень часто спрашивают, какой тест. Вот я не знаю, что этим сказать, что это подразумевается у людей, потому что все почему-то по-разному считают тест. То есть, какой вес поплавка бросит, какой грузоподъемость поплавка бросит, это удилище, но она и 30 грамм бросит, и 40 грамм бросит поплавок, и 2 грамма бросит тоже. Поэтому вот смотрите, да, как вот, значит, шестерка. Ну, уже в руках, в принципе, еще приемлемо, еще приемлемо. Ну, вот меня, например, чуть-чуть подбешивает вот эта серединная часть, и она работает именно только в середине, а мордочка не работает практически. То есть, вот видите, ну, давайте нагружаем. Баланс еще приемлемый, скажем так. Ну, долго с ней уже не постоишь, ну, ну, как бы ничего такого прям страшного я не вижу. То есть, с учетом цены, сколько она стоит, универсальности, да, ее можно покупать, ну, точность такой же строй, на стиловое вываживание настроено, на крупную рыбку. Значит, семерка. Вот семерка уже начинает клонить вперед. То есть, на, ну, руками весь день ее не поддержишь, полдня тоже, ну, поднапрягает уже. То есть, действительно, баланс начинает смещаться вперед. И я не могу сказать, что вот я под локоть сейчас взял, да, вне камеры. Ну, скажем так, час-два половить можно, а дальше все-таки рука уже не очень будет комфортно. Поэтому все-таки, наверное, рассматривайте это удилище для ловли со стоек. Вот эта семерочка. Но при этом она вот тот, тот, та золотая середина, которая вот столько стоит, но это, но и при этом универсальность, да. Если цена будет выше, ну, будет урочка хрупче, легче, жестче, да, но цена выше. Соответственно, если дешевле брать, но она будет совсем бревной, и поэтому здесь уже не подойдет. Я вот на руки вам показываю специально. Да, чтобы вы видели, как она сгибается. Ну, точность также она отрабатывает. Я вот двумя руками, смотрите, видите, как тащу ее вверх. То есть, хоть крокодила она вытянет, поэтому никаких проблем с вываживанием ни у кого быть не может. Ну, и восьмерка. Ну, восьмерка можно ловить только на стойках. В руках ее держать не нужно. Тяжело и некомфортно абсолютно. То есть, это уже больше шланг, видите. То есть, и вот она долго-долго затихает. То есть, восьмерка это все-таки... Вот, у меня начнут сейчас спрашивать, подойдет ли под боковой кивок. Я под боковой кивок тоже ловлю боковым кивком, да, летней мормышкой. Не так часто, но ловлю. И опыт у меня есть, в принципе, многолетний. Я бы не взял ее под боковой кивок абсолютно, потому что она, видите... То есть, нормальной игры она вам не даст. Эти удочки, ну, с большой натяжкой подходят под боковой кивок. Если хотите под боковой кивок, у Колмика есть специальные удочки, тот же Гигнон, или из Сабаниева это Evolution Pro, вот эта вот удочка бокового кивка. Это нет, это именно силовая палка для ловли на поплавок. Ну, вот нагружаем. Ну, как вы видите, все то же самое. То есть, здесь как бы я даже не ощущаю... Я, наверное, когда буду вываживать, да, я буду думать, что у меня эта удочка такая тяжелая, тяжесть я чувствую, да, само удилище или все-таки рыба на том конце. То есть, под тяжестью самой удочки нет ощущения на том конце рыбы, там, допустим, на 200 грамм у вас не будет. Поэтому только стойкие, никак иначе. Господа, пока вы смотрите вот близко, то, что называется, скажу реальную длину. Это пятерка 482 см, шестерка 578 см, семерка 673 см, и восьмерка 775 см. Вот реальные ее длины. Господа, все все посмотрели. Ну, кто-то для себя выберет. Действительно, такая махалка, о которой можно не думать о том, что она где-то там сломается, и к ней крайне бережно и деликатно относиться. Ну, в то же время, в полной степени универсальная, которая выдержит, наверное, любую рыбу без всяких проблем. Ну, за это универсальность, за универсанализм приходится платить весом, да, и, соответственно, менее комфортным, комфортным, меньшим комфортным на рыбалке. Ну, как всегда, в конце вот такой чехольчик, в таких ярко-ярко, ну, практически кислотных тонах, голубо-желтый, дешевенький чехол, ну, при этом достаточно добротно сшит. Ну, в общем-то, как бы исключительно для декорации. Ну, скажем так, ну, хотя бы не мрачный, ну, достаточно приятненький такой глазу, да. Пожалуйста, огромная просьба к вам, кто хочет сказать мне спасибо за ролик, с вас, как говорится, не станется, ну, в хорошем смысле этого слова, да, мне крайне будет приятно, поэтому обязательно подпишитесь на канал, на YouTube-канал, подпишитесь в ВКонтакте, Telegram-канал, это основные три соцсети, так сказать, которые крайне важны для меня. Дальше, если есть возможность, это Routube, Instagram, Facebook, плюс огромный какой для подписчиков, кто еще не знает, бесплатные запчасти до двух штук в год в период проведения акции, только для подписчиков. И те, кто, конечно, купил у нас. Никто такого не делает и не делал, наверное, потому что сейчас уже можете посмотреть и ролики, и объявления на сайте, и в соцсетях. Мы уже отдали огромное количество запчастей на спиннинги Major Craft, например, Zetrix. Кто еще отдает запчасти к этим спиннингам? Отзывов большое количество от покупателей, которые бесплатно получили эти запчасти, которые, как говорят, пишут, каждый второй не верится, ну вот, действительно, бесплатно нам все отдали, привезли и так далее. Точность также все запчасти, Lucky John, Graphite Leader вот мы отдавали, не знаем, будет ли еще акция именно на него, но под вопросом. Ну, скажем так, Major Craft, Zetrix, тот же Lucky John, как я сказал, ну, на Флагман, на Сабанеев, на Волжанку, все это будет. Я надеюсь, здесь ничего не изменится, и уже было, поэтому мы, скорее всего, будем сейчас по второму кругу уже запускать эти акции, на спиннинги, в частности, на Болонские, Фидерные, то есть не нужно упираться именно в спиннинги, не только на спиннинги, то есть на все удилища, Маховые, Болонские, Фидерные, Карповые, там, спиннинги в том числе, то есть мы объявляем акцию на такую-то фирму, с такого-то числа по такое-то число, пожалуйста, обращайтесь с заявками, у кого что сломалось, по собственной даже вине, мы бесплатно отдаем запчасть. То есть какие-то нюансы, ну, допустим, нам нужен номер заказа, либо телефон, подтверждающий, что вы это купили у нас, то есть вы, соответственно, не забывайте хранить это у себя, либо как-то хотя бы нам называть тот номер телефона, с которого вы делали у нас заказ, которого указывали в заказе, в полноценном, чтобы могли вас найти хотя бы. Заказ в один клик не принимается. Второй момент. Бессрочная гарантия на заводской брак на все удилища вообще купленные у нас, бессрочные. То есть это на весь срок службы. Мы гарантируем, что если у вас выявится заводской брак, дефект в удочке, мы ее поменяем вам. Ну, либо вернем деньги, либо поменяем, либо заменим колено, ну, как-то вот, скажем так, решим этот вопрос. И третий момент. Это ремонт с пожизненной, бессрочной гарантией. На весь срок службы точно так же удилища. То есть мы гарантируем, что в месте ремонта, что мы починили, у нас мастер работает более 20 лет. Один мастер 20 лет, больше 20 лет в сервис-центре. Поэтому, сами понимаете, с него возят со всей России на ремонт. И как бы нареканий, то есть на него нет, опыт огромный. Люди доверяют, и уже по много-много лет ломают и возят. И очень довольны его работой. Поэтому подписывайтесь на социальные сети. Без подписки, к сожалению, все вот эти вот три пункта, что я перечислил бесплатные запчасти, бессрочная гарантия на весь срок службы и удилища. И ремонт, гарантии на ремонт. Минимальные деньги за ремонт мы берем. Даже сторонний, который вы со стороны, если где-то в другом месте купили удилище, приходите к нам, даете на ремонт. Мы его принимаем, но мы будем по минималке брать за этот ремонт и также давать гарантию пожизнную на место ремонта. Повторюсь, друзья, это только для подписчиков, для наших покупателей такие. Ну, действительно, волшебные шоколадные условия. 80% наших покупателей постоянные. Для них мы делаем максимальные скидки. И действительно, у нас есть гарантия лучше цены. То есть за эти деньги вы нигде не найдете тот товар, который вы хотите. Соответственно, по программе лояльности вы получаете максимально выгодные условия. На этом все. Всего вам доброго. Подписывайтесь, пожалуйста. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok